Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать вас на моем канале! С вами Айка Эмили и это очередной мук-панк с прекрасными бутербродами, с красной рыбкой. У меня шурчит живот, потому что я голодная, потому что я это все готовила. И утром, кстати, сегодня встал рано, решила, что все, я буду восстанавливать свой режим. На улице уже потрясающая погода, зимой рано вставать не хочется, а вот летом у меня наоборот. Приготовила огромную порцию Цезаря, взяла себе немного, еще там осталось для мамочки. Здесь у нас оливочки, небольшие корнишоны, огурчики и напиток. Если вы тоже кушаете, то вам приятного аппетита. Получилось очень сочно, а здесь именно салат айсберг. Мне вообще нельзя готовить самой себе мук-панке, то есть готовить еду для мук-панка. Потому что я все пробую, все кушаю. Уже сытая сажусь. Соседи вовсю начали ремонт. Это тоже помогает рано вставать. Потому что они пилят, сверлят строго по режиму. Где-то уже в 7-8, уже шума никакого нет. То есть даже нет никакой необходимости делать им какие-то замечания. Но по утрам до обеда ты не поспишь. С фокусом, конечно, беда. Не знаю, фокусирует она или нет. Но я вот сделала себе новые ноготочки. Зеленые. Мне захотелось зеленые ногти. Когда я купила этот цвет, мама говорит, зачем ты его взяла? Кто делает зеленые ногти? Я говорю, я. Мама говорит, а с чем ты это будешь сочетать? Я говорю, да ни с чем. Просто. Я не знаю, я единственная такая. Но мне кажется, маникюр вот чисто должен быть под настроение. Не под тапочки какие-то, не под кофты. Просто под настроение. У меня почему-то очень хорошее настроение. И вы знаете, ничего хорошего-то не произошло. Просто весной у меня всегда было хорошее настроение. В этом году мы все прям так соскучились по весне. Я вот с каждым днем все больше и больше мечтаю о частном доме. Прикиньте, уже такая погода на улице. Можно чисто чай пить на улице. Чем старше я становлюсь, тем больше мне хочется абстрагироваться от этой суеты в городе. жить где-то далеко. Чтобы рядом был какой-то там лес. Да или вообще какая-то деревня. Я не сильно голодная, но это безумно вкусно. Обожаю салатайсберг. Вчера сделала просто огромный заказ. И корм Твикса заказала. Себе для Мукбанка новую посуду. И одежду. Все из Турции заказала, потому что так получается намного дешевле. Вчера я сходила в банк, и вот по дороге обратно, там пешочками я прошлась, зашла в магазин, просто сравнила цены. Хотела посмотреть, сколько стоят кроссовки. Вот честно, более-менее модели стоят ровно в два раза дороже, чем в Турции. Ровно в два раза. Кстати, что насчет моей посылки? Короче, когда вы заказываете из Турции, все, что вы заказали, садится на ваш лимит в приложении Smart Customs. И вы там видите, сколько вы денег потратили, и сколько у вас еще есть. Ой, какой интересный напиток. Посмотрите, он розовый. Чем-то на вкус мне напомнил Чупа-Чупс. Вот, а когда вы заказываете Шейн, это не садится в ваш Smart Customs. Я думаю, что Шейн можно безлимитно заказывать, потому что эти ваши заказы не отображаются у вас в приложении. Оказывается, нет. Это тоже все считается. Я сходила, заплатила 36% налог с суммой заказа. Точнее, не с суммы заказа. Вот насколько вы лимит превысили, вот с этой суммы вы как раз-таки платите эти 36%. То есть, не с общей суммы, а то, что вы перелимитили, так скажем. Но я очень сильно превысила лимит, поэтому заплатить пришлось много. Ну да ладно. Бывают ситуации и пострашнее, так что ничего страшного. Еще вот плюс за хранение я заплатила 10 монат. И так как были праздники, мне не посчитали все остальные дни. Первый день 10 монат стоит, а дальше уже каждый день 2 моната. Это тоже своего рода опыт. Все законно. Тебе дают чек о том, что ты заплатила. Мне объяснили, как, что нужно заполнять. Я забрала свою посылочку. там очень много всего интересного. Я решила вообще меньше влогов снимать на этот канал. потому, что по большому счету влоги у меня сильно не просматриваются почему-то. Зрителям больше нравятся мукбанки. некоторые даже пишут, что хватит уже эти влоги снимать, сними какой-то мукбанк. Я решила какой-то период снимать чисто мукбанки. влоги. А влоги снимать на свой азербайджанский канал. Вкуснотища. Бутерброды получились просто обалденные. Красная рыбка сверху здесь. Небольшой кусочек листья салата. Снизу помазала сыром филадельфиан. Получилось очень вкусно. Еще такой воздушный хлеб. Я, вы знаете, даже съездила, посмотрела одну землю которую хотела купить, так скажем. Но хорошая земля стоит очень-очень дорого. Где-то плюс-минус 30 тысяч долларов. Это не прямо в городе, это за городом. Это близко к инфраструктуре. Мне надо, чтобы доставки еды привозили нормально. Постоянно. чтобы рядом был большой супермаркет, не знаю, аптека, все что угодно. еще у меня в голове в идеале я не хочу дом на одной сотке и чтобы у меня во дворе даже моя машина не поместилась. Такие варианты есть. Но я считаю, это не то, что мне нужно. Мне бы в идеале хотелось, не знаю, 6 соток. чтобы построить дом прямо посередине. и кем, как так? Короче, естественно Это все пока что на уровне мечта Но есть компании, которые Строят тебе дом В ипотеку То есть они сотрудничают с банками Банк выделяет определенную сумму Дает эту сумму Компании, которая строит тебе дом А ты потом В течение где-то трех лет Выплачиваешь эту сумму И там В подарок еще бассейн Если большой дом, естественно, будешь строить Кто-то говорит, что они некачественно Строят дом Хорошую компанию найти очень сложно Но пока что, понятное дело, об этом Обо всем говорить рано Нужно пока что купить землю Здесь я уже собираюсь строить дом Знаете, самое смешное, что Мне мама рассказала о том, что у меня есть идея А может быть стоит купить землю Построить дом И на следующий день мама купила клубнику То есть, чтобы ее высаживать в огороде Я говорю, зачем ты это купила? Мама говорит, у тебя скоро будет дом Я там посажу клубнику Еще дерево из нжира Я говорю, вау, классный план Пока что ни земли, ни денег на ту землю, которую я хочу А мама уже купила клубнику Это настолько мило Знаете, говорит о чем? О том, что человек в тебя верит А это, мне кажется, самое главное То есть, когда в тебя верят Мне кажется, можно сделать все, что просто угодно В моем случае мои родители всегда безумно в меня верили Когда я начинала свой YouTube-канал Когда я говорила, что я куплю квартиру Вообще в любом моем начинании Мама всегда говорила, у тебя все получится И вот когда она купила две эти клубники Я прям растрогалась Это так было приятно Хорошо, что она дерево и нжира не купила И на балконе не оставила Когда будет дача, я пойду ползти В общем, на этом все Огромное спасибо, что досмотрели это видео до конца Мне будет очень приятно, если ты подпишешься Потому что ты все равно смотришь мой канал Смотришь его без подписки Я все вижу, я все слежу Так что обязательно подписывайся Комментарии подписчиков у меня отображаются в самом верху Поэтому обязательно подписывайся Всех люблю, целую Пока